Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанны Фетисовой. Сегодня поговорим о люксовых средствах, а также их замене, то есть более бюджетных средствах, которые, кстати, зачастую на лице выглядят гораздо лучше, чем люксовые. Многие средства будут похожи по консистенции, по цвету, либо по финишу. Итак, давайте приступим! Перед вами 5 помад люксовых брендов. 2 Dolce & Gabbana, 2 Clorans и 1 от Benefit. И у всех этих бьюти-продуктов есть практически полные двойники в сегменте масс-маркет. Давайте сравним сводчи. Начнем с Dolce & Gabbana. Мой любимый, кстати, бренд. У меня довольно много косметики этого бренда. Мне нравится она по качеству, по стойкости. В данном случае это номер 135, Петал. Губы не сушит. Оттенок припыленной розы мне очень нравится. Довольно устойчивая на губах. Конечно, это не матовая помада, она дает такой вот полусатиновый финиш. Однако минусом может являться то, что у них довольно сильный парфюмерный аромат. Мне он лично нравится, но есть люди, которые не любят ароматы в косметике. Похожим вариантом является помада от Maybelline из серии Matte Matte. 987 цвет Smoky Rose. Здесь она смотрится чуть более розовой, поскольку губы имеют свой пигмент. На губах их отличить практически невозможно. Уже меньше блестит, нежели Dolce & Gabbana, но она тоже не полностью матовая и также не сушит губы. И та, и другая имеет оттенок Smoky Rose, то есть такая запыленная роза. Я думаю, что на цвета Smoky Rose такого типа не стоит тратить такие бешеные деньги, как Dolce & Gabbana. Считаю, что можно использовать вполне Maybelline. Второй оттенок Dolce & Gabbana номер 230 Chic. Оттенок между сливой и розой. Очень красивый цвет, однако он не самый уникальный. И ему тоже нашлась бюджетная замена. Карандаш от Luxe Visage в тоне номер 46. Обычная их стандартная линейка карандашей для губ. Более плотное нанесение, более матовая. Поскольку помада Dolce & Gabbana довольно тяжелая. Именно этот карандаш в 46 номере я использую как подложку под эту помаду. И беру его с собой для того, чтобы обновить ее. Разница в цене, как вы понимаете, в данном варианте просто сногсшибательная. Clorans очень красивая, опять же, но очень тяжелая упаковка. Номер 709 Jolie Rouge. Это очень красивая дуахромная помада. Довольно мягкая, поэтому аккуратно. Смотрите, какая красота, как она красиво переливается в синий. Я очень люблю такие цвета. Аналогом этой помады является скромная-скромная помадка от Essence She & Shine номер 07. Очень красивый цвет. Такая же увлажняющая, такая же не суперстойкая, такая же дуахромная. В том же самом спектре оттенков. Валя на капле есть отличия и Essence такая более фиолетовый оттенок имеет. Но когда губы в движении, если накрасить одну губу одной помадой, другой другой, вы даже не поймете, где отличия. Трендовая серия помад блесков от Clorans. Вот так они выглядят. Такие же, как вы видите, есть и абсолютно шоколадные, но сейчас мы будем говорить вот об этом фиолетовом. Серия Gloss Prodigy 07. И уже при сводче вы можете видеть, насколько неравномерно он наносится. И, конечно же, без подложки он будет кататься по губам, губы будут просвечиваться. Это очень неудобно, поэтому к этой помаде, я считаю, нужно еще и подбирать карандаш. И отечественный производитель DIVAGE выпустил серию таких же помад, столь же насыщенных. Это номер 08. Wonder Gloss Lip Polish. Они столь же глянцевые, однако проблемы с нанесением у них нет. Они не стекают, как Clorans и могут носиться без подложки. Естественно, оттенок от DIVAGE мне подходит больше. Вот такие темные я не ношу. Это был подарок мне когда-то на день рождения. Серию этих блесков я подарю их. Ну, конечно же, различия в цене огромные. И вот посмотрите, как сейчас неравномерно начинает растекаться Clorans. Думаю, что если вы хотите поэкспериментировать с цветами, конечно же, лучше выбрать DIVAGE с той же консистенцией и теми же самыми оттенками. Помада от Benefit. Видите, цвета очень близкие. Упаковка довольно странная. Больше она похожа на упаковку детской помады или какой-то подростковой. И, как вы видите, откалывается один цвет от другого. От этого ценового сегмента все-таки хотелось бы более элегантную упаковку и более качественный продукт иметь. Но имеем то, что имеем. Это мини-версия помады. Цвета очень близкие по оттенку. Эффекта амбре практически нет. Приобретать полную версию я, конечно же, не буду, поскольку у меня есть практически полная замена данного средства более бюджетным. Прекрасной заменой по оттенку, стойкости и консистенции может являться 620 номер Pink Brown от компании Maybelline. И, конечно же, упаковка Maybelline мне нравится гораздо больше. На губах эти цвета более похожи. Если вы очень хотели вот такую странную палочку от Benefit, я считаю, что из-за похожести, консистенции, оттенков... Конечно же, объем здесь по сравнению с Benefit просто огромный. Помада от Maybelline очень качественная. Я считаю, что не стоит приобретать вот такие вот странные помады, которые еще и расслабиваются, и ломаются. Поговорим о креме, который дает glow эффект. Такое мокрое свечение. Они бывают с различными оттенками. В данном случае это Airborian. Это корейский бренд, довольно дорогой. Glow Cream. Он имеет такой розоватый блеск. Рассчитан на то, чтобы вытянуть цвет лица серый. И превратить его в более такой здоровый. Сильное свечение людям с жирной кожей, конечно же, не подойдет. Поэтому только на периферию лица, под крем, в качестве хайлайтера. Довольно сильное свечение. Он имеет розовое, спорный оттенок. Такой же мокрый, яркий эффект свечения дает самый простой крем от Biolita. Изумительное сияние. Крем-хайлайтер. И для многих вот этот его персиковый оттенок подойдет гораздо больше, нежели Airborian розовый. И свечение, как вы видите, он дает тоже очень сильно. Точно такое же, абсолютно жемчужно-приламутровое. Таким же легким оттенком. Я думаю, если нанести тот и другой на разные части лица, то вы, в общем, разницы не увидите. Glow Cream от Airborian. У меня в мини-версии. И большую я покупать, естественно, не буду. Здесь много, целых 30 мл. Он в 2 раза больше крема от Airborian. Airborian 1,5 или 2 тысячи стоит на разных сайтах. А Biolita 100 с небольшим. Ну, то есть, судите сами, в 20 раз дешевле. Следующий продукт – это пудра от Lancome. Красивая, конечно, упаковка. Однако она, конечно, очень тяжелая и неудобная. Продукт очень сыпучий. Очень. Просто невероятно. Очень плохо спрессованный продукт, несмотря на то, что это Lancome. Здесь был спонж. Я его вытащила, так как это, конечно, не очень гигиенично. Когда я его приобретала, мне казался он менее рыжим, таким более бежевым, что ли. Сейчас я понимаю, что это слишком для меня, поэтому идет она у меня очень медленно. Ну и прекрасной заменой вот этой мало спрессованной, очень рыжей бронзирующей пудре, я считаю, является бронзер от Elf. Его номер, название «Golden». Здесь 4 цвета, их можно смешивать. Самый близкий к пудре Lancome является вот этот оттенок. Даже менее рыжий, более правильного такого, чуть розоватого оттенка. Коже он не дает вот такого свечения, как на сводче, на пальце. Как вы видите, на коже он более такой матовый. Что дает это свечение? Оно дает ощущение такого здоровой кожи. И вот такая матовость мне не очень, честно говоря, нравится. Она очень сильно подчеркивает волоски на лице. Бронзеры очень матовые, не советую вам приобретать. Лучше приобретайте вот с таким легким свечением. Ну что ж, дешево не значит плохо. И сегодня мы с вами в этом в очередной раз убедились. В своем уходе макияжа я с удовольствием использую как люксовые, так и бюджетные и очень недорогие средства, которые показывала вам сегодня. Надеюсь, что это видео окажется для вас полезным. Вы откроете для себя что-то новое или просто сэкономите. Спасибо большое, что были со мной. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!